В квартирах и домах, где не установлены приборы учета, оплата коммунальных услуг увеличится в полтора раза. Речь идет о счетчиках горячей и холодной воды. Сегодня от общего числа многоквартирных домов в Мирном приборами учета оснащены всего 20%. Что ожидать в следующем году тем, кто не установил приборы учета, узнала Августа Степанова. Против закона не пойдешь. Лишь всем, кто еще не установил в своих квартирах и домах счетчики на воду, все-таки придется это сделать. Со следующего года будут вводиться штрафные санкции. Еще с прошлого года у Марии Федоровны началась новая жизнь, экономная. В ее квартире стоят счетчики потребления воды на счету каждый литр. Сумму квартплаты, которая раньше составляла 13 тысяч рублей, она сократила до 8. Для того, чтобы согреться, жителям этого дома приходится ежедневно сливать по нескольку ведер воды из батарей. Только после такой процедуры радиаторы в их квартирах становятся теплыми. В частности, из-за этого они не устанавливают приборы учета. Экономить ведь не получится. Я не сталкивался сам ни разу. Ну, мусор был тоже, но потом тоже бросил это дело. Думаю, зимой-то все равно будет считать, наверное. Ну, сразу горячая не идет, не начинает уходить. Все равно пропускать надо будет. Вот сейчас без конца льется. Холодно же, а саммерзно все. Вот сейчас соседы два раза, три раза уже приходили размороживать. Норма потребления в сутки – 250 литров холодной и 140 литров горячей воды на человека. Чтобы использовать все, она должна непрерывно литься пять часов. У кого счетчиков нет, платят за всю эту воду. Так что стоит задуматься об установке счетчиков, советуют специалисты. В среднем прибор стоит полторы тысячи рублей. Установка – около двух тысяч. Итого придется отдать три с половиной за один счетчик. Плюс дополнительные расходы. Единственное, что будет бесплатным – это опломбировка. Ее делает управляющая компания, которая имеет лицензию на установку. Управляющая организация в течение недели придет, опломбирует его и дальше начисления будут идти уже непосредственно по факту потребления. У кого договор, допустим, напрямую с ресурсом, обжающей организацией заключен, это ПТВС у нас, акциональная компания, значит, там необходимо обратиться в ПТВС. Освобождаются от требования закона собственники ветхого и аварийного жилья. Главное – документально подтвердить. Сделать это может по запросу собственника, управляющая компания или Роспотребнадзор. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...